22 июня я, сотрудник окружной военной газеты Александр Оставьев, вернувшись с рыбалки, нашел на своем столе извещение о призыве в армию. И теперь спешил в редакцию, чтобы обсудить с ребятами тревожные события вчерашнего дня. Там я узнал, что из нас создана редакция газеты 21-й армии, в которую вошли Иван Горюнов, Леня Ксенисон, Саша Макаров и еще некоторые другие журналисты. Прямо в одной из редакционных комнат мы переоделись в военную форму, подшучивая над геройским видом друг друга, и разошлись по домам, чтобы проститься с родными. Стой, кто идет? Гитлер, капот? Вы откуда, мамаша? За родину. В тот же день нас посадили в две теплушки, куда погрузили станок, наборные кассы и запас бумаги. И отправили на запад. Что мы там будем делать, о чем писать, этого еще никто не знал и не мог предвидеть. Настроение было тревожное, но старались подбадривать друг друга. Шутили, рассказывали анекдоты. Так доехали до Сухановичей, недалеко от Тулы, а оттуда в Оршу, где мы и разгрузились. В Орше нам дали команду своим ходом на имевшихся у нас автомашинах добираться до Гомеля, где стоял штаб 21-й армии. В начале мы поехали в шоссе до Могилева, но вскоре узнали, что там проехать невозможно, так как немецкая танковая группа прорвала фронт у райцентра Старый Быхов. Тогда мы повернули на восток и под Чаусами на маленькой речке Прони попали под первую бомбежку. Там был ранен наш товарищ Саша Макаров. Превозмогая боль, он прошел вместе с редакцией все трудные дороги отступления, отказываясь лечь в госпиталь. Осенью в 41-го он умер. Это была наша первая потеря. Первая, но далеко не последняя. 3-го июля мы добрались до станции Починок, где слушали по радио выступление товарища Сталина, его призыв дать отпор вероломному врагу. А 17-го были уже в Гомеле, где приступили к подготовке первого номера газеты «Боевой натиск». Боевой натиск. Нам еще только предстояло понять, что это такое. Услышать, как свистят пули и увидеть, как вчерашние мальчишки в одночасье становятся героями или трусами. В первую командировку на линию фронта поехали Ваня Горюнов и Гриша Тертышник. Они отправились в одну из дивизий, которая сдерживала напор танкового клина под Пропойском. Там им пришлось участвовать в бою. И на передовой они получили свое первое боевое крещение, а также собрали материал для номера боевого натиска. Пулеметчик гвардии сержант Михаил Пузыня около трех лет ничего не слышал о своих родных. На фронт он ушел в первые дни войны, когда бои гремели под Минском. Бывший учитель, став пулеметчиком, он мужественно дрался у столицы Белоруссии, под Могилевым. Третий год войны перевел Михаила Пузыню на родные белорусские земли. Здесь, в нескольких километрах за передним краем, раскинулась по холмам его деревня. Серая бревенчатая изба, окруженная густыми елями, стояла на берегу озера. Там прошла незабываемая пора детства. Находясь в траншее, он часто думал о родных местах, о семье. А теперь на сердце становилось все тоскливее. Может быть, никого не осталось в живых. Помню и я свою первую командировку на передовую в 58-й корпус, которым командовал Леонид Петровский. Обстановка в районе его расположения складывалась в нашу пользу. И 6 июля впервые в истории начала войны этот корпус освободил города Рогачев и Жлобин. Расставшись с попутчиками, мы с товарищем двинулись к крупному узловому центру, Довску, где стали свидетелями его страшной бомбардировки немецкой авиацией. При въезде в горящий город мы были остановлены патрулем. Никакие документы и доказательства не могли убедить офицера в том, что мы корреспонденты газеты. А надо заметить, что в те тревожные дни фашисты очень часто забрасывали в нашу прифронтовую полосу шпионов. Как правило, они были одеты в форму советских офицеров, отлично говорили по-русски и были снабжены хорошо сделанными фальшивыми документами. Так, подозреваемые в шпионаже в пользу немцев, мы были заперты в подвал до выяснения наших личностей. Между тем, город горел, всем было не до нас, и никто и не думал выяснять, кто мы такие. Но и наш материал в газету тоже горел. Только после наших настойчивейших просьб позвонили в штаб армии, нас отпустили. И я оказался на передовой, где впервые увидел настоящего пленного. Это был немецкий солдат очень интеллигентного вида, Пенсне. До войны он окончил филологический факультет одного из городов Германии. И до того, как попасть в плен, три дня прятался во ржи и ел зерна. Когда его спросили, как он относится к Гитлеру и на чьей стороне будет победа, он, не задумываясь, ответил, что Гитлер просчитался. По его словам, это был человек небольшого предвидения, и развязанная им война обречена на провал. Потом мне приходилось видеть и других пленных. Были между ними и такие, кто был пропитан фашистским духом и упоен временными победами. Но этого разговора я уже не мог забыть. Там же, на передовой, мы побеседовали с бойцами. И этот материал тоже был опубликован в газете «Боевой натиск». Однажды гвардии сержанта вызвали в штаб. Командир встретил его радушно, с веселой улыбкой. «Могу сообщить новость», – сказал он. «Нашлась ваша семья. Она находится совсем недалеко от нас. Сейчас поедем в гости к вашему отцу и к жене». «Но это ошибка. Мои родные еще по ту сторону», – заговорил был гвардии сержант. «Знаю, знаю», – прервал его офицер. «Но поверьте, бывает в жизни счастье. И скоро мы в этом убедимся». А через несколько минут автомашина уже мчалась мимо разрушенных немцами деревень. И, наконец, остановилась у небольшой землянки, вросшей в подножье, изрытой снарядами высоты. В ночь с 13 на 14 августа началась страшная бомбардировка Гомеля. Самолеты приходили целыми эшелонами. Город горел кварталами, как один большой костер. Наша редакция располагалась в Доме офицеров. И, получив приказ грузить оборудование, мы делали это под бомбами. А когда погрузили, отправили машины за реку Сож, а сами пошли по улицам горящего города. Улицы были ярко освещены пламенем пожаров. Под нашими ногами хрустело битое стекло, покрывавшего все улицы разбомбленного города. На одном из перекрестков нам встречалась маленькая старушка с узелком в руках. Из глаз ее катились слезы, и в них тоже краснели отблески пожара. Мы сказали старушке, чтобы она шла через мост за реку. Там было безопаснее. И сами тоже пошли в ту сторону. Подойдя к реке, мы увидели, как по мосту, с той стороны, прямо в горящий город, скакал на бешеной скорости конь. Он был рослый, могучий, видимо, племенной. Город продолжали бомбить. Недалеко рвались эшелоны с боеприпасами. Горело, кажется, даже небо. Отсюда началось наше отступление на восток. Из района Чернигово прорвалась танковая группа «Гудериана». А из-под Кременчуга навстречу ей шла танковая группа «Клейста». Соединиться они должны были, по разведданным, в Полтавской области. Это было печально известное киевское окружение, в которое попала и наша 21-я Куйбышевская армия. Мы шли пешком, предварительно уничтожив машины и оборудование. Много пришлось нам пережить и увидеть, пока мы не вышли из окружения на самом стыке соединения двух вражеских армий. Но еще больше нам предстояло пережить и увидеть потом. Увидеть и рассказать об этом со страниц газеты, которая была нашим главным оружием. Увидев отца и жену, Михаил Пузыня несколько мгновений стоял молча. Потом бросился к ним, крепко их обнял и расцеловал. «Геройский вас сын, Александр Иванович», – сказал командир отцу-племетчика. За отвагу правительство наградило его орденом Красной Звезды. Приказ о его награждении подписан на днях. «Пользуясь таким радостным для вашей семьи моментом, я вручаю вашему сыну орден и разрешаю ему пятидневный отпуск». После этого, вынув из коробки звезду, покрытую эмалью, офицер приколол ее к гимнастерке сержанта рядом с гвардейским значком. Шла война, а вместе с ней шли по военным дорогам и мы, кубишские журналисты. В одной руке автомат, а в другой – блокнот с записями. Бывало, едешь в командировку, берешь с собой столько газет, сколько сможешь унести, а по дороге – раздаешь их солдатам, которым эти газеты нужны были почти так же, как и боеприпасы. А сколько было потрясающих историй, сколько удивительных людей, с которыми довелось встретиться. Вот, например, как-то узнал я о том, что на соседнем участке фронта один старший лейтенант в течение трех дней совершил три подвига, и за каждый из них был награжден орденом Красного Знамени. Три ордена за три дня. Я, конечно, немедленно отправился на тот участок фронта, написал очерк об этом старшем лейтенанте. А на следующий день началось наступление, и мой герой погиб. Был и другой случай. В 1944 году батарея командира Марусина в одном из боев уничтожила два танка противника. Я, конечно, немедленно отправился в эту батарею, но только добрался до нее, начался бой. И герой моего еще не написанного очерка погиб. Очерк я, правда, написал, и он увидел свет на страницах красной звезды. А победу я встретил на месте сдачи крупного соединения немецких войск в Латвии. И сейчас же отправился с товарищами-журналистами на позиции, чтобы писать об этом славном победном дне. Подошла к концу война, а вместе с ней подошли к концу и военные дороги кубишских журналистов. Впереди была новая мирная жизнь. Весеннее солнце опускалось на высокий хвойный лес, когда командир, распросившись с семьей, уехал в часть. Отец ушел в землянку. Михаил остался с женой на улице. И сидя на изумрудной траве, он долго рассказывал ей о том, что пришлось пережить за эти годы. Эта встреча была для него бесценной наградой за все военные страдания и невзгоды. Это было большое человеческое счастье, выстраданное и найденное на дорогах войны. С вами был Михаил Репелкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok